Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф. Мы продолжаем играть в Dawnstar в кораблекрушение. У нас уже 101 день и проблемы с рассудком, как оно обычно бывает. Медуза, две веревки нам надо на мозгошляпу. Где-то был сачок недобитый. Звездный час настал его. Так, вот он. И между делом. Все, на сто процентов. Так, сабля у нас есть, паруса есть. Сердце что я достал? А, пока можно убрать, раз у нас проблема. И вообще проблема с рассудком основная. Так, это более старое. Это сюда. Чем нам рассудок сейчас поднять? Хм, хороший вопрос. У нас есть песок. Можно сделать песчаный замок, да. Три ракушки, две этих. Три ракушки. И нам сам факт того, что мы его сделаем, ничего не даст. Ты серьезно? Где тебя поставить? Давайте постоим. Мне главное, чтобы у... У нас гомотерия у нас не погибла. Да, даже ночью по чуть-чуть и рассудок растет. Отлично. Минус в том, что у меня он, в принципе, очень быстро падает. Поэтому такое... Ну, надеюсь, поможет хоть как-то сейчас восполнить часть этот рассудок. И нам быстро-быстро надо медузу поймать. Да, смотрите, рассудок неплохо так растет. Вот. Минус всей этой ситуации в том, что мне надо стоять рядом. И ждать с моря погоды. А сам по себе он существует не так и долго, этот песочный замок. Поэтому... Ну, пока постоим сейчас быстренько. Вот у меня другая лодка есть. Давайте-ка быстро разбегаем. Пока вроде беда с рассудком миновала. Да, я сразу в нужные места побежал. Тут бамбук у нас всякий. А может еще это пособирать. Ракушки. Сейчас вернемся, просто я не хочу, чтобы пропала мозгоматерия наша. Так, ну где хоть одна медуза, когда они нужны? Скорее всего, там выше есть. И в прошлой серии, кстати, забыл сделать возле нашего респавана плод. Надо вернуться, это исправить. Ну, блин, серьезно. У меня тут еще мега скорость эпичная. Так, ну, супер, хотя бы нашли. Так, и две веревки нужно. Все, отлично. Сделали себе мозгошляпу. С ее помощью можно делать разные полезные вещи. Это нам на руку сейчас. Так, бутылочный фонарик сюда. Все, погнали теперь. Кстати. Будет полезным. Таскай пока что. И да, вот видите, тут он уже просел. Давайте пока постоим. Он, тем не менее, пока работает. Еще чуток рассудка себе поднимем. Что бы еще сделать? Аптикам и шляпу в идеале починить бы. Девятый день. Вполне вероятно, в скором времени может заявиться тюльнада. И это хорошо, потому что я хочу... А, блин, вечером. Ну, даже вечером у меня потихоньку рассудок растет, но потихоньку. Так. В принципе, вот в чем задумка. Так, вроде. Давайте оденем. Мне нужен топор по-хорошему. Поэтому делаем вот так. Только в инвентарь. Да. Так. А золотой пока выложим. И шляпу нашу выложим. Так, на мне еще броня. Это опасно в такой броне просто ходить. Ну и все. Надо нам грести. На базе нам тусоваться смысла нет. Еды у нас по большому счету нет. Это возьмем, съедим по дороге. И какие-то овощи мы себе тоже возьмем на первое время. Просто на базе нам тусоваться, как я уже сказал, смысла большого нет. Мы рассудок свой постоянно теряем. Надо плыть. Тем более у нас не все изведано. Как вариант, можно все-таки на вулкан, допустим, смотаться. Но позже. Сейчас туда на соседний остров сплаваем. Сделаем там на всякий случай лодку запасную. Пока мы в море, у нас рассудок по идее не должен так просаживаться. Но он сейчас просаживается, потому что вечер. Ну, это минус. Так, а если бы быстрее грести? Можно и так. Я еще думал ракушек собирать. Но я думаю, мы сейчас проще поступим. Мы вот здесь вот цветы пособираем. Там, по-моему, цветы были. Так, там еще акулы даже живут. Смотри-ка ты. Так, ладно. Меняем свою шапку. И что у нас еще не изучено? У нас вот эта еще часть не открыта, на самом деле. Остальное все вроде более-менее открыто. Но вот здесь еще часть не открыта. Кстати, здесь 100% какие-то острова есть. Или остров как минимум один. Поэтому есть еще к чему стремиться. А какой мне плод сделать? Самый банальный. Так, не то. Так, все, да? Да, если что, могу туда и сесть. Пойдем на сушу. Ну и сюда вниз. Здесь мы грибов зеленых пособираем. Заодно рассудок свой восполним. Как бы у нас проблема должна будет решиться. Также у нас на острове дудо живут плодятся. Там уже два мелких дудохи носятся. Я жду, пока их там побольше наплодится. Потому что перьев в идеале много нужно. Перья нужны на парус. Перья нужны на большое перо. Веер такое. Которое летом неплохо помогает. Я, конечно, могу делать ледяные эти амулеты. Но почему-то не воспользоваться и такой возможностью, как вариант. Тут где-то акулы, я слышу, лазят. С акулами я бы не хотел сейчас сталкиваться. Так, а вот грибы мне нужны. Погнали. А вот и зеленый гриб. Минус в том, что почему-то они не вырытые. И, кстати, камыш тоже нужен. Камышей у нас вообще мало. Тоже зеленый гриб. Тут эти флюпы лазят. Ой. Так, заагрил. Давайте с другой стороны зайдем. Так, а тут пауки. Вообще супер. Никто ж нам вот так не запрещает сделать на самом-то деле. С пауками сейчас не хочу драться. Так, сюда тоже, походу, не хочу. Вообще опасно, конечно, тут ночью шарохаться. Кто еще удовольствие? Ой. Так, давайте-ка уж отойдем нафиг. По-добру, по-здорову. Тут еще вон кусты с ягодами. Повсюду. Эй, пеп, пеп. Вот это зря. Вот это вообще зря. Так, ладно, сейчас мы грибов еще насобираем. Цветов насобираем. Я думаю, решим вопрос с рассудком. Так, зеленый гриб. И с камышами заодно решим вопрос. У меня их на базе вообще нет. А они в теории пригодятся нам. Так или иначе. Эй, пеп, пеп. Их же два. Я только один собрал. Неловко вышло. Давай, здесь вроде как бы безопасно. Ну, относительно. Насколько это возможно безопасно на этом болоте. Так, ну все вроде. Фух. Так, бейтимся, что у нас траванутые. Мне пока вроде как зеленых грибов хватит. Давайте тут еще разведаем. Попутно цветы собираем. Ну, тут обезьяна. В принципе, ничего больше интересного не наблюдается. Единственное, что я тут еще попутно тяжком собираю цветы. На вот бы можно было пособирать. Не хочу захламлять слишком уж и на винтарь. В принципе, эти грибы, наверное, даже при берегу. У нас с рассудком вопрос решился просто при помощи цветов. Ну и все. Можно сваливать. Блин, обезьяны мясо тырят активно. К сожалению, мы тут ничего не можем сделать. Я не хочу ввязываться в драку с обезьянами. Из такой драки сложно выйти победителем. В чем-то, да, они выиграют. Поэтому просто на корабль и плывем нафиг отсюда. Плохо, что кофе, конечно, нет. Но зато хотя бы обтекаемая шляпа есть. Капец, день вообще короткий. Это жесть просто. Но нам вот куда-то сюда. В принципе, прочность лодки нам позволяет еще довольно долго плавать. У нас еще ремкомплект есть. Сделали бы еще с какого-нибудь босса дроп какого-нибудь ингредиента, из которого можно было бы, допустим, ремкомплект там на 10 починок сделать. Было бы, кстати, пипец как круто. А то вот эти ремкомплекты, которые по 3 раза чинят. Ой, там акула. Тут акула. Серьезно? Я, походу, от них тут когда-то спасался. Игадки волны. Да, у меня же есть вот этот вот. Специально обученный посох. Так, это все. Да, конец карты. То есть, по большому счету, мы тут все разведали. Но поплыли тогда в эту сторону. Главное тут под эти волны, конечно, не попадать. Что, блин, не так и просто сделать. Посох помогает. Я в какую-то сторону не плыл. По идее, получается, достаточно неплохо плыву. Вроде как по ветру. Ну-ка, без посоха. Оп. Я без посоха неплохо плыву. Ну, с посохом совсем неплохо. Единственное, что, блин, нам мог... Сейчас буду рассудок терять. Вот это минус. Так, стоять. Давайте. Вот так вот сделаем. Да, и, кстати, такой звук, когда мы берем вот этот посох, трям, типа, волшебный, это перенаправляет, по всей видимости, ветер. Да-да, лбать копать. Поплыли на остров, в общем-то. Восполнять рассудок. И сохнуть. И грибы есть. Сейчас уже намокли, дальше некуда. Не люблю, блин, в такое время года плавать. Это просто жесть. Да, чтоб тебе. Да, серьезно. Давайте вот так сделаем. Спрыгнем тогда. Конечно, это все потухнет. О чем речь. Мне главное успеть высохнуть. Дайте мне высохнуть. Потом тушите, сколько влезет. Да. Небольшой нюанс. Да, отвалите уже. Давайте, кстати, вот эти грибы тоже пожарим, чтоб потом лишний раз костер-то не разводить. По-моему, я не успеваю. Да, я не успел. Хм. Ну, вариант тут один. Очевидный. Да, бегем, спи. Не волнуйся. Вот этот-то свет не задувает. Его главное, чтоб не унесло нафиг. О, бананы. Бананы офигенно. Бананы нам позволят рассудок свой восполнить в какой-нибудь момент. Лопата тоже нужна. Еще дождь да куча. Так, бананы. Это я не знаю, пускай будет. И тогда эту шапку одеваем. О, как они ни о чем-то восполняют. Ладно, поплыли. Так, Бэггимс. Но он даже не думает за нами просто двигаться. Спит себе. О, поплывет за нами, нет? О, не, не. Все-таки есть ускоренится. Да, чувствуется. Так, скинуть лишнее. Да что... Как я вас волны люблю, а? Так, 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 так. Но что-то мне подсказывается, зря мы сюда плывем. Здесь просто тупо конец карты и больше ничего, наверное. Но убедиться в этом стоит лично. Погодка, правда, конечно, не та, чтобы плавать здесь и убеждаться в этом. Но, блин, это когда-то стоило сделать. Ага, тут еще может быть какой-то остров. Но нет. Ну да, это край карты и возможно в этой стороне что-то есть. Немножко сюда проплывем. Да, здесь, походу, кораллы и все, наверное. И гигантские волны. Да, похоже на то. Что, тогда раз рядом с вулканом на вулкан заглянуть все-таки? В большой доле вероятности стоит это сделать. Это где? Ну, это относительно недалеко, кстати. Там еще досок много, можно разжиться. так, бутылка у меня абсолютно ни к чему. Осталось только как-то пробраться. Будем кушать все то, что мы запасли с собой. Готовить некогда. Так. И нафиг. волн просто чересчур много. Нет, я хочу на вулкан, там нет волн. Нафиг эти приключения. Заодно посмотрим, что там на вулкане сейчас происходит. Так, а вот и вулкан. да, летс го, погнали. Естественно, кофе там сейчас есть, там выпадают, которые можно будет в крафт пустить. И в идеале где-то у себя сделать тоже их хаты понастроить. Многие на соседнем острове, чтобы можно было фармить комфортных, если вдруг желание появится. Тэкс. Вот тут еще вверху не бегал. Пойдемте туда. Да, тут они засохшие. Это пепел. Давайте топор тоже возьмем. но не очень удобно эти деревья конечно рубить всего лишь из-за одного пепла. И да, кстати, идея была еще броню сделать вот из этих колючек. Воу! Что-то пошло не так. Как с тобой бороться? А! О! Да ладно. Так, а что я с ними делал? Тебя может вырвать можно, нет? Нет, 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 хоробить. Я уже понял, что нет. не не тебя удобрить? Нет? Не хочешь, как хочешь. Хм, а как я колючку собирал? Вспомнить бы, когда они так стреляют. Так, ладно, арбузы тоже съедим. У нас из еды одни грибы остались. Что совсем не супер. Пойдемте драгунов этих искать. Так, а если так? Ау! Понятно. Ладно. Потом с вами разберемся, раз такая пьянка. Скорее всего, возможно, в какой-то именно сезон собираются они колючки эти. Сейчас он их тупо метает. Так, что-то драгунов то мало. С извержениями не все, наверное, уже улетели нафиг отсюда. Где-то около нас тусуют. Точно драгуны есть где-то тут ниже. Тут что-то не видно. Так, ну, к жерлу вулканы двигаться не хочу. А вот, кстати, хатка драгуна. А вот и жерла. Я сейчас теперь от его буду слишком быстро набирать. Блин, странно, что их так мало домиков-то? Что, все же так? Так, ну, здесь край. То есть, нам вот к этим домам пойдем уже проверенным, так сказать, временем, где мы уже были. Вулкан, по сути, не такой большой. Мы уже большую часть его осмотрели. Ну, думаю, продолжим знакомиться с вулканом уже, ну, не с вулканом, а с драгунами уже плотненько так знакомиться в следующей серии на этом же. Всем спасибо за просмотр, не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось и увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok